Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка. На экране планшета появились полосы и рябь. Что делать? В один не очень прекрасный день на любимом планшете могут появиться полосы и рябь неизвестного происхождения. Что же это такое и как с ним бороться? Рассмотрим основные причины. Шлейф передачи данных износился или отошел из гнезда. Такое чаще всего случается после падения планшета или ударов от твердой предметы. При этом физических повреждений на дисплее не видно. Отсутствуют трещины, засветившиеся зоны или пятна. При резких стрясках соединительные шлейфы могут отойти или выскочить из гнезда. Чтобы восстановить функционал девайса в этом случае, достаточно надавить на шлейф и плотно вогнать его в гнездо. Правда, при разборе планшета следует соблюдать осторожность, чтобы ненароком не задеть каких-то других элементов. Ведь это довольно миниатюрное устройство с маленькими, очень маленькими запчастями. В редких случаях шлейф попросту отказывается передавать данные, как ему положено. В этом случае похода в сервисный центр уже не избежать. Хотя замена шлейфа обходится, как правило, недорого. Следующее. Дисплей или матрица получили повреждения. При падениях наиболее частая поломка – это физическое повреждение матрицы или защитного стекла. Такое повреждение выражается в появлении полос, рябе на экране планшета, которые возникают сразу же после падения. Еще более очевидные симптомы – это ощутимые или видимые трещины, разводы. Как ни прискорбно, но устранить такие неполадки собственную силами не удастся. Потребуется замена дисплея или матрицы в сервисном центре, что выльется в кругленькую сумму. Цена при этом зависит от размера экрана и модели планшета. Рассмотрим следующую причину. Программный сбой. При возникновении на экране планшета рябе, полос, неестественного искажения цветов, других видов неадекватного поведения, это накладывается несколько картинок на картинку и так далее, причиной может быть программный сбой. В такой ситуации можно попробовать произвести сброс планшета к заводским настройкам. И еще более радикальный метод – это полная перепрошивка программного обеспечения. Итак, рассмотрим следующую причину. Нормальная работа планшета с периодическими зависаниями, во время которых появляются артефакты изображения. Из-за плохого охлаждения планшеты могут перегреваться, а в таких условиях видеочип нередко не справляется с возложенными на него обязанностями, и на экране планшета могут появляться полосы и рябь. Это чаще всего проявляется в играх, когда начинают возникать полосы и другие артефакты. В интернете можно найти несколько способов улучшения охлаждения простых китайских планшетов в домашних условиях. Если устройство произведено известной компанией, то лучше всего отнести его в сервисный центр. И последнюю причину рассмотрим. На планшете появились полосы и рябь после падения в воду или попадания в воду. В случае контакта девайса с водой, в первую очередь, его необходимо тщательно просушить, для чего лучше всего предварительно разобрать. Если такой метод не помог восстановить функционал, и полосы и рябь с экраном планшета не исчезли, придется посетить сервисный центр. Там есть квалифицированные мастера, способные определить, что именно пострадало при купании. А лучше всего сразу после купания бежать в сервисный центр или мастерскую. Мастера там быстрее разберутся с этой проблемой. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка. Продолжение следует...